вот наступил день соревнований чемпионат уральского федерального округа по бодибилдингу день будет очень долгий проводится турнир в один день начало в 11 часов и думаю что пройдет турнир примерно в действительности до 3 часов ночи это мои предположения я даже не смогу остаться потому что мне нужно быть в аэропорту 3 часа ночи представляете себе да вот так почему так сделано естественно цель экономии денег да потому что я думаю что аренда дворца спорта выглядит все очень прилично аренды дворца спорта стоит денег единственное что могли бы сделать тут взять пример с петербурга это проводить турнир в две сцены полный рюкзак подарков для гостей выставки с собой посмотрим если у нас зрители сейчас примерно 6 часов вечера а сейчас перерыв поэтому здесь никого нет и на сцене тоже никого нет по идее вечерняя часть должна быть более насыщенная должно быть больше спортсменов больше популярных категорий вечером выступают девочки бикини мужчины бодибилдинг мэн физик все к вечеру перенесены по регламенту турнир будет как говорил идти до ночи я такая жутковато а в остальном это большая спортивная арена и слегка перестроили перекроили для проведения соревнований в тюмени было прикольно был прям полный зал стал небольшой людей был полный поэтому в екатеринбурге живет людей примерно наверно раз в шесть больше население тут точно больше миллионов как я знаю поэтому ждем всех сюда на вытеке пока тупенько ребята сейчас у нас будет конкурс у нас смотрите сейчас будем поднимать штангу 60 килограмм на количество раз друзья давайте попробую справиться с этим самым и так мне нужен первый участник кто у меня первый пойдет участвовать в зарубе в общем виталий казаков сам того не понимая уже автоматически стал атлетом временно хотя бы джиннете главным решимом 8 9 10 11 12 13 друзья да кстати убирайте мальчишку потому что он уже срывает нам конкурс в общем смотрите друзья параллельно у нас проходит мастер-класс по маркетингу вот причем вот если посмотреть сзади он чатингует ягодицами мастер спорта в том числе там и армлифтинг и пауэрлифтинг у нее прям целая группа поддержки посмотрите толпа народа и вот такая у нас крутая заруба сейчас происходит слушай ты считаешь да в общем я напоминаю что мы делаем щитингом то есть можно помогать ягодицами грудными и и даже задней частью бедра и голенью спасибо номер 255 Наталья Перевико с Вербовской области Екатеринбург Драйв фитнес Дарья Ивлева Сверхловская область город Екатеринбург Пит Пит Тренируется под руководством Артура Штрамбергера Пожалуйт Пожалуйста Мы не должны кубку впереди Пожалуйста Можно субер diez Конечно можно Ну что ж Кубок еще не закончился Спортсмены выступают на сцене Стенды уже собрались Все кроме стенда Genetic Lab Но если честно, у меня уже скоро самолет, мне нужно перекусить, собрать вещи в номере, отдохнуть полчасика и отправляться домой. Мне понравился Кубок Урала, я поздравляю всех спортсменов с победой, желаю всем, кто в этот раз не выиграл победы. Давайте жить дружно, давайте все вместе развивать бодибилдинг. Меня порадовали категории, в бодибилдинге были люди, представляете? На сцене в бодибилдинге, на турнире по бодибилдингу были бодибилдеры. Для меня это что-то невероятное в последнее время, потому что я вижу, что их все меньше и меньше. Я вспоминаю 3-4 года назад, господи, ребята, где вы все? Давайте вернемся, давайте вернемся. Фу, ну что, с этого все и начиналось. Я уже приехал в аэропорт. Время тут плюс 2 часа от Питера, поэтому я чуть вообще запутался напрочь. И чтобы не опоздать, решил приехать надежненько, вовремя, пораньше. Сейчас сдам вещи и, наверное, пойду в госрубок, приварите, попью водички или чая тепленького. Ой, на самом деле безумно жалко девчонок, которые работают в авиакомпании Победа, потому что, ну, естественно, авиакомпания Победа это просто днище, самое просто днище, днище, днище. К сожалению, не всегда есть варианты лететь другой, другими рейсами. А девчонок жалко. Приходится им это выслушивать отвратительные слова пассажиров, заставлять запихивать этот дурацкий ящик. Вещи, правила, потом гоняются за людьми при посадке, перевешивать багаж, перепроверять его габариты, заставлять людей одевать на себя по 2 куртки, чтобы влезла за сумка. И все это диковато выглядит, к сожалению. Очень тяжелый персонал, который должен отвечать за тупорылое руководство жадных, тухых, неграмотных авиакомпаний России. Ну, как-то так, печалька и грусть. Ну, кайфово же, да? Когда новый аэропорт, все красиво, все ухоженно, все аккуратненько. Мне лично очень сильно нравится. Ну, кто не знает, я несколько лет учился на инженера-архитектора. И все-таки мне довольно-таки близко весь этот дизайн, культуры в определенной степени. Это очень, очень радует глаз. Очень приятно это все посмотреть. Я вообще тут брожу не просто так, не любуюсь видами, а ищу я, где находится Priority Pass. Говорю, приехал пораньше, пойду сейчас к кофейку бахну. Там же больше ничего нельзя, по сути. Вероятно, у них там отварные яички не лежат и ждут меня. Но если лежат и ждут, то их я отведаю, потому что я уже проголодался. Где-то у меня, вроде бы, в рюкзаке еще орехи лежат. Самый лучший, ребят, перекус в полете. Лучший перекус в полете – это орешки. Ноль углеводов, полезные жиры, белочек. Сваи будут все долго, хорошо насыщают. Запоминайте. Ну что, я такой весь юморист. Сшутил про яички, типа вареные. Причем я буду кушать Priority. Смотрите. Это, конечно, очень забавно. Но. Но я тут прямо и обнаружил в себе вареные яйца. Прям супер. У меня там пытаются налиться кофе уже больше минуты. Ладно, понятно. Булки, булки, соки. Вареные яйца. Вы прикиньте? И салатик. Прям просто. Круто же. Я, то есть, вообще святеньки полечу. Я сто процентов.